Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 5 минут. Засекайте. Сигареты под градусом. В Бобруйском районе мужчина сгорел в собственном доме. Наигрался, а могилевчанин продал сломанную приставку и пропал с концами. Сколько светит фигуранту? И пожар в прямом эфире. Повар чуть не поджег собственную кухню в утреннем телешоу. В Тугулице пожарные спасли пенсионера. Он, скорее всего, курил в кровати. Сообщение о возгорании поступило в 6 вечера, когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова. Из окна квартиры уже вовсю валил дым. Соседи сообщили, внутри мужчина. Его огнеборцы нашли на кровати и тут же вынесли на улицу и передали скорой, которая госпитализировала с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Огнем повреждены диван, кровати, постельные принадлежности, закопчены стены. А в Глузском районе спасти мужчину не удалось. Он стал жертвой огня в собственном доме. Пожар случился в деревне Баянова в полпятого вечера. Когда на место прибыли первые расчеты, дом уже горел открытым пламенем. Кровля и перекрытие обрушились. Огонь перебросился на траву и хозпостройки. Труп хозяина и сотрудники МЧС обнаружили под обломками. От дома ничего не осталось. Причина устанавливается. Пять человек и ребенок погибли. ГАИ подвела итоги выходных. Всего в стране за большой уикенд зафиксировано 39 аварий. Это только те, где есть пострадавшие. 331 водитель попался за рулем пьяным и еще больше 800 не имели прав вообще. В Марврогачевском районе нетрезвый автомобилист потерял управление на повороте. Митсубиси съехал на обочину, а потом врезался в дерево. Сам шофер не пострадал, а вот пассажирам повезло меньше. Девушек 16 и 17 лет доставили в больницу. В результате аварии на трассе Р-55 погиб 16-летний пассажир. За рулем Ситроэна был 21-летний водитель. Он не справился с управлением и авто столкнулось с деревом. А после машина улетела в канаву. Подростка забрали медики, но в реанимацию он скончался, не приходя в сознание. Под Могилевым косуля влетела в салон авто прямо во время движения. В районе деревни Николаевка-3 34-летний водитель сбил косулю. От удара она пробила лобовое стекло и оказалась в салоне. Животное погибло на месте. Водитель не стал уезжать с места аварии и сам обратился в милицию. В результате ДТП госпитализирован 36-летний пассажир. А вот машина получила технические повреждения. Могилевчанин продал неисправную игровую консоль. Заявление в РУВД Могилева написал 40-летний мужчина, который купил в интернете нерабочую игровую приставку за 320 рублей. Сотрудники уголовного розыска предварительно установили, к делу причастен 24-летний Могилевчанин, ранее уже судимый за хищение через всемирную сеть. Оказалось, он выставил на сайте объявление о продаже консоли. Однако уже тогда знал, что техника неисправна. Когда ему написал заявитель, молодой человек выдал приставку за новую. Гражданин согласился, однако проданная ему вещь оказалась неисправной. Сообщив об этом продавцу, мужчина надеялся вернуть потраченные деньги, но тот перестал выходить на связь и отвечать на телефонные звонки. Покупатель обратился к правоохранителям. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователям и будет дана правовая оценка. Двое Могилевчан пытались заработать, продавать через интернет защитные маски. Предприимчивые молодые люди покупали их в России и размещали объявления на одном из популярных сайтов. Оба парня 94-го года рождения не имели регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, поэтому их деятельность признана незаконной. Всего так называемые ИП пытались реализовать 447 масок на общую сумму 1635 рублей. Но вместо прибыли они получили конфискацию штраф в виде единого налога. Британский шеф-повар едва не жжег кухню во время включения в утренней программе на ТВ. Мужчина учил ведущих готовить завтрак и не заметил, что в это время положил полотенце на зажженную плиту. В итоге за спиной повара возникло пламя, о чем шокированная ведущая с криком сообщили. Ему удалось быстро потушить огонь, не получив никаких ожогов. Это была Сирена, но больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Кристина Риенс. Увидимся через неделю. Продолжение следует...